Во время обороны Одессы немецко-румынские войска 20 августа 1941 года перешли в наступление на советские позиции. У села Гильдендорф, ныне Красноселка Одесской области, оборону держал 54-й полк имени Степана Разина 25-й стрелковой Чапаевской дивизии. Во время очередной атаки фашисты сильно нажали на позиции 1-го батальона. Им даже удалось нащупать место, где огонь был слабее, и они, сдвигаясь к этому краю, уже подходили к советским окопам на расстоянии броска гранаты. Командир батальона Иван Иванович Сергеенко, наблюдавший за полем боя и щели своего КП, предчувствуя прорыв, схватил телефонную трубку и грожно прокричал «Почему молчит пулемет на левом фланге? Немедленно проверьте! Если надо, стреляйте сами!» Это было адресовано командиру роты лейтенанту Ивану Гринцову, который побежал по траншеи на левый фланг. Положение действительно было опасным, там находились новобранцы, которые недавно прибыли в расположение роты, и даже командир еще не успел познакомиться с ними перед боем. Добежав до окопа пулеметчиков, Гринцов увидел такую картину. Первый номер наклонился вперед и не двигается, выжидает, словно бульдог перед прыжком, а второй номер, как ни в чем не бывало, стоит сзади. «Далеко еще, пусть подойдут поближе», — сказал пулеметчик совершенно спокойным тоном. «А до вражеской цепи каких-нибудь 70 метров!» Гринцов не выдержал, крикнул. «Да что ты делаешь? Они сейчас тебя забросают гранатами!» И только он хотел оттолкнуть пулеметчика, чтобы стрелять самому, как пулемет заговорил. Солдаты противника кучей скопились на узком участке и в первую же очередь скосило чуть не половину. Они были так близко, что и спрятаться уже некуда. Последние повалились метрах в 30 от пулемета, и атака противника захлебнулась. В наших окопах разнеслось громогласное «Ура!» Такого действия пулеметного огня еще никто в роте не видел. «Молодчина!» — воскрикнул Гринцов. «Ты только посмотри, сколько там лежит фашистов! Ордена тебе мало!» «Орден — это хорошо, товарищ командир! Только я пришла сюда не ради этого! За спиной моя Одесса!» Только сейчас командир разглядел, что перед ним девушка, загорелая, с круглым веселым лицом, по-мальчишески коротко стриженная. Это была Анилова Нина Андреевна. Она родилась 10 апреля 1921 года в Селеново-Николаевка Одесской области в крестьянской семье. Но очень скоро осталась сиротой. Ее воспитали в детском доме. Там же она получила среднее образование. До войны Нина работала вязальщицей на Одесской трикотажной фабрике. Но мечтой девушки было стать пулеметчицей. Еще в детстве она увидела приключенческий фильм Чапаев и практически сразу влюбилась в образ русской женщины, представленной на экране, Анке-пулеметчице. Смелая, активная и решительная Анка буквально поглотила все мечты девушки. Она так и видела, как, защищая свою родину, разит врага из пулемета. Поэтому, как только ей позволил возраст, она записалась на курсы пулеметного дела в учебную организацию ОСАВИАХИМ. И, к сожалению, ее мечтам удалось сбыться. В августе 1941 года она прибыла на передовую, и сначала ее сделали санинструктором. Буквально во время первого же боя у хутора Шевченко рядом с ней был убит пулеметчик. Нина оттолкнула второй номер, красноармейца из запасников, который не знал, как обращаться с пулеметом. Быстро устранив задержку, она повела огонь по наступающим фашистам. После этого боя Нина обратилась к командиру полка с просьбой сделать ее пулеметчицей и предъявила справку о том, что она обучалась в ОСАВИАХИМе. Командир удовлетворил просьбу девушки, но приставил к ней опытного и уже не молодого красноармейца Забродина, который называл ее дочкой. Впоследствии этот пулеметный расчет стал самым результативным в дивизии. После боя у села Гильдендорф Нину сразу же окрестили анкой-пулеметчицей, но командир батальона Иван Иванович Сергеенко был недоволен ее тактикой. Вызвав ее к себе, комбат похвалил пулеметчицу за смелость, но предупредил, что стрельба с таких коротких дистанций при фронтальных атаках противника очень большой риск. Мало того, что с фланга может прорваться какая-то отдельная группа и забросать ее гранатами, но еще и пулеметы Максим в полку довольно старые. Их механизм при интенсивной нагрузке нередко дает сбои, и тогда Нину, а вместе с ней и других бойцов, ничто уже не спасет. Это же не фильм Чапаев, где белые никогда не добегут до красных. В боях за Одессу Нина Анилова во всех сражениях отбивала атаки противника. Несколько раз она со своим взводом оказывалась в окружении, но каждый раз, прочно удерживая в своих руках пулемет, она заставляла фашистов отступать. По отзывам командиров, Анилова проявляла в бою редкое хладнокровие и выдержку. Она стала буквально самым знаменитым бойцом Чапаевской дивизии. Политработники, занимавшиеся в армии пропагандой, взяли на вооружение образ пулеметчицы. Многотиражная газета «Красный боец», а затем и другие военные издания опубликовали увлекательные рассказы о деяниях отважной девушки. Анилову стали часто приглашать на конференции, где она выступала перед публикой. В боях, защищая свою родную Одессу, Нина Анилова уничтожила около 350 фашистов, но в октябре она была ранена. Фашисты накрыли позицию пулеметного расчета минометным огнем, и два осколка впились в голову девушки. Ее эвакуировали в тыл на Кавказ, но после госпиталя, не дожидаясь полной реабилитации, Нина стала добиваться направления обратно в свою дивизию, которая в тот момент сражалась уже под Севастополем. Генерал Трофим Калинович Коломеец, который на тот момент был командиром дивизии, попытался не допустить Анилову до передовой. Хватит с нее и одного тяжелого ранения. Но когда он говорил ей об этом, на глаза девушки навернулись слезы, и она ответила. «Это несправедливо, товарищ генерал. Я приехала сюда не отдыхать, а бить врага. Прошу направить меня в свой разенский полк. Там мои боевые товарищи. Там мое место». Генерал понял, что уговорить ее не получится, и сам отвез ее в родной полк. Уже скоро за оборону Одессы Нину Андреевну Анилову наградили орденом Красного Знамени, а немцам вновь пришлось столкнуться с заградительным огнем хладнокровной и стойкой пулеметчицы. Утром 14 ноября 1941 года при поддержке сильного артиллерийского огня два гитлеровских батальона пехоты в сопровождении танков атаковали позиции первой роты. Первыми встретили врага артиллеристы, но, несмотря на потери, фашисты приближались. Старший сержант Анилова несколько раз заставляла вражескую пехоту залегать. В ответ немцы обрушивали на позиции пулеметного расчета несколько десятков мин. Бой был жаркий, все вокруг заволокло пылью, дымом и гарью. Вдруг совсем рядом послышался гул танка, и из тумана появились остовы немецкой техники. Нина Анилова схватила бутылки с зажигательной смесью и поползла в сторону грозного железного монстра. Немецкие пулеметчики из-за дыма не заметили угрозы, и девушке удалось бросить несколько бутылок и поджечь танк. Когда же она вернулась обратно за пулемет, то немецкая пехота была уже всего в нескольких десятках метров от окопа. Они уже не встречали на своем пути сопротивления и бежали во весь рост. Анилова в последний момент успела нажать на спусковой крючок, и пулемет заговорил. Немцы стали падать один за другим. Несколько гранат взорвались рядом с окопом, но это уже не остановило пулеметчицу. Немцы стали отступать, и атака захлебнулась. 27 февраля 1942 года в районе хутора Микензия чапаевцы перешли в контратаку. Нина Анилова уже в матросской тельняшке, припав к пулемету яростным огнем, поддерживала это стремительное наступление. В этом бою она уничтожила две пулеметных точки противника, а чапаевцы заняли новые сопки и важную высоту. Но уже через несколько дней немцы перешли в атаку, прорвали советскую оборону и зашли в тыл Разинскому 54-му полку. Ситуация оказалась критической. Нине Аниловой приказали прикрывать огнем санитарную часть одного из батальонов. Справа и слева от нее в траншеях, положив на бруствер винтовки, стояли бойцы, а западнее на высоте залегли снайперы. Бой начался. Одна атака следовала за другой. Советские воины встречали гитлеровцев дружным огнем, стреляя из винтовок и автоматов. Они не подпускали фашистов к своим позициям. Пулемет Аниловой не умолкал. Противник натыкался на кинжальный огонь метких очередей. Несмотря на отчаянные попытки прорвать оборону, противник успеха не добился. Он начал минометный обстрел. Нину тяжело ранило осколками. После боя ее нашли бессознание рядом со своим пулеметом. 8 дней врачи, не покладая рук, боролись со смертью. Но жизнь уходила. 7 марта Каниловой приехал проститься командующий Приморской армии генерал Иван Ефимович Петров. Строгий, подтянутый, седой генерал поцеловал холодеющий лоб Нины и сказал ей трогнувшим голосом. Повоевала ты славно, дочка. Спасибо тебе от всей армии, от всего нашего народа. Старший сержант Нина Андреевна Анилова умерла 8 марта 1942 года, с честью выполнив свой долг перед Родиной. Ее похоронили на кладбище коммунаров в Севастополе, а 14 мая 1965 года ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сколько убила врагов знаменитая анка-пулеметчица, узнать уже невозможно, но Людмила Павличенко в своих воспоминаниях пишет, что в декабре 1941 года в штабе 25-й стрелковой дивизии ей насчитали 500 фашистов, отправленных на тот свет. Когда разбирали личные вещи Нины, то боевые товарищи нашли ее дневник. На одной из страниц было недописанное письмо, которое она написала Варваре Сергеевне Мясниковой, исполнительнице роли Анки-пулеметчица в фильме Чапаев. «Я знаю, что вы не та Анка, не настоящая чапаевская пулеметчица, но вы играли как настоящая, и я вам всегда завидовала. Я мечтала стать пулеметчицей и также храбро сражаться. Когда случилась война, я уже сдала на отлично пулеметное дело. Я попала, какое это было счастье для меня в Чапаевскую дивизию, ту самую, настоящую. Я со своим пулеметом защищала Одессу, а теперь защищаю Севастополь. С виду я, конечно, очень слабая, худая, но я вам скажу правду, у меня ни разу не дрогнула рука. Первое время я еще боялась, а потом все прошло. Когда защищаешь дорогую, родную землю и свою семью, у меня нет родной семьи, весь народ, моя семья. Тогда делаешься очень храбрый и не понимаешь, что такое трусость.